Юрки Кунчане! Те, кто сказал, эй ООН там русских убивают на Донбассе? А что, так можно было? Конечно можно! Несешь в ООН доказательство преступлений и они присылают миротворцев. И что, прямо на Донбасс бы тоже прислали миротворцев? Конечно бы прислали, им только повод дай. Блин, что-то Путин и правда затупил. Я тебе больше скажу, миротворцев просила сама Украина. Чего? И ООН даже хотели прислать миротворцев на Донбасс. Но знаешь, кто им запретил? Кто? Кто? Путин! Блин, а почему они его послушались? Он же с нами не дружит. А Россия входит в Совет Безопасности, они обязаны ее слушаться. Вот вам боевой разд. Ух, хаос, в хаос движемся. 30 июня в качестве шага доброй воли вооруженные силы Российской Федерации завершили выполнение поставленных задач на острове Змеиный и вывели находившийся там гарнизон. Тем самым мировому сообществу продемонстрируем, что Российская Федерация не препятствует усилиям ООН для организации гуманитарного коридора по вывозу сельскохозяйственной продукции с территории Украины. Данное решение не позволит Киеву спекулировать на теме надвигающихся продовольственного кризиса, ссылаясь на невозможность вывоза зерна из-за тотального контроля России с северо-западной части Черного моря. Это настолько ничтожно, что говорить об этом не считаю нужным. Потому что получили п***ды. Вот и все. Бывайте! Их теандры п***ли. Чудом ушли, да? Чудом. Чудом. И поскольку в основе таких конфликтов обычно чаще всего ложь, то нужно помнить, кто есть отец лжи. Дьявол есть отец лжи. А цель его погубить человеческие души. Столкнуть людей в конфликте. Потому что в конфликт раскрепощает страсти. Он начинает говорить и делать. Если вступает в конфликт, если в этом видит врага, тогда раскрепощается вот эта какая-то животная, природная стихия. Мы не знаем, в какие ужасные формы обвлекаются эти конфликты. Люди погибают. И это имеет отношение, конечно, не только к межличностным отношениям. И к отношениям между народами, между странами. Вот мы сего сейчас проходим через конфликт между Россией и Украиной. Ну давайте вдумаемся, что реально может нас разделять. Но враг рода человеческого через крат конкретных людей, через конкретное объединение людей, вбрасывает в отношениям между нашими народами ложь. И на основе этой лжи развивается конфликт. Так как же мы не вторгаемся, если мы вторглись в 8 лет назад? Ну вот еще о чем бы хотелось сказать. Там, где дьявол, там всегда лучше. Вот и сегодня какое огромное количество лжи распространяется. Люди, которые сегодня управляют Западом, реальные сатанисты. Согласен, абсолютно. Появилось даже такое новомодное слово «фейк». Мы на Украину не нападали. Фейк. Россия никогда, нигде, ни разу не угрожала украинскому народу. Фейк. Вы знаете, мы не вторгались в Украину. Никакие это не фейки, никакие это не фокусы, а это обычная дьявольская ложь. В Киеве бесчинствуют вооруженные банды, мародеров, грабителей и националистов. У националистов, украинских националистов, более 90 националистов. Бандеравтомобили, батальоны украинских нацистов, группы отъявленных националистов. Наго киевский националистический режим, жихатмобили и боевики. И именно ложь сегодня используется для того, чтобы углубить пропасть между двумя народами. Чтобы сделать их врагами перед лицом друг друга. В основе политики «Империя лжи», о которой говорил в начале своего выступления, прежде всего лежит грубая, прямолинейная сила. В таких случаях у нас говорят, силы есть, ума не надо. И мы должны быть очень бдительными ко всему тому, что сейчас говорится в связи, в том числе и со скорбным конфликтом. Наши действия – это самозащита от создаваемых нам угроз и от еще большей беды, чем та, что происходит сегодня. Фейд. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и деноцификации Украины. Ты серьезно? Слушай, в 94-м меня расстреляли на восточной границе. Меня расстреляли, но я не сдался. Да я сам себя из комы выводил, а потом сам себе осколки из глаз вытаскивал. Эта рука была оторвана нахрен и пришита вот этой рукой. Мы, отряды Путина, обращаемся к тебе, Илан Маск. Мы слышали, что там у тебя что-то не получается в Америке. Так вот мы тебе предлагаем приехать в Россию. У нас прекрасная космическая отрасль, очень развитая. Забирай все свои документы. Забирай все свое богатство, что ты там нашел, иначе у тебя его отберут. Умм... И приезжай к нам в Россию. У нас любовь, уважение. У нас Россия большая. И ждем тебя. Мы считаем, что вам действительно нужно приехать в Россию. Америка давно перестала быть страной возможностей. И сейчас, в данное время, именно Россия, это страна свободы и возможностей. Илан, пока есть возможность приехать в Россию. Здесь очень большая возможность тебе стать личностью. Здесь тебе никто не будет и пинать, не гонять, не преследовать, как там в Америке. Здесь очень другой менталитет вообще. Люди совсем другие. Поэтому всегда Русь побеждает. На России очень хорошо жить. Нам такие люди, как вы, конечно, мы не против, потому что надо космос осваивать вместе с нашими космонавтами. Это очень будет хорошее предложение для вас. Стать здесь личностью. О, мой Бог! Девушки, мы начнем. О, мой Бог! Что жарко. Ну что, бандиты? Запишем очередное вирусное видео. Так вот вопрос. К нам! К ним! Ко всем! Где наша 31-я десантно-штурмовая бригада. Города Ульяновск. Вы знаете? Ну, если не знаете, загуглите. Все полегли. Полегли. Десантура наша. Парни 20 лет молодые. Они еще... Они еще даже у нее не нюхали ничего. Даже запах ее не знает. Половина детственников там. Представляешь? Все, б***ь, полегли. Все. Лежат они там в Старопольском крае сейчас. Аллея. Аллея просто. Аллея наших солдат лежит. С флагами ВДВ, России. И много венков. Много венков. Вопрос. Зачем? Ради чего? Ты поперся с оружием в чужую страну? Чтобы, б***ь, лечь там? Окей. Ладно. Тупой. Окей. Тупой. Ладно. Молодой, тупой. Обращение к родителям солдатам. К нашим российским солдатам. Вот ты же мамка. Ты же батек. Ладно мамка, б***ь. Женщина, ладно, хер себе нет. Ты же батя. Ты же по телефону своим сынком каждый день. Ну, 21 век. Ну, видеосвязь. Да там, сынок. Я там. Пап, я поехал на учение. Пап, я там это. Мне сапоги натерли. Папа, это все. Ну, ты же видишь, что твой ребенок едет в чужую страну. Из нашей б***ь страны едет в чужую страну. На какие-то якобы учения. Ты же понимаешь, что это б***ь смерть. Смерть. Ты куда смотришь? Куда ты смотришь? Я вообще не понимаю. Вы что такие тупые, что ли? Вы реальными, что ли, думаете пропаганда? Люди б***ь гибнут. Я уже промолчу про мирных, про Бучу молчу, про Одессу. Посмотри, м***ь, что творится в Мариуполе. Просто посмотри в Ютубе. Посмотри. Окей. Ты в это не веришь. Ты посмотри на наших солдат, которые гибнут. Ради кого? Вопрос. Второй. И третий, и двадцать третий. Почему путинский сын не воюет? Песковский сын не воюет. Сын Шойгу не воюет. Сын Лаврова, всякие Киселева, Соловьева. Почему? Их дети не воюют, б***ь, на передовой, как у Сталина. Помнишь, как у Сталина сына захотели в плен? Сына, б***ь, хотели обменять на генерала. Сталин сказал, я обычного солдата не меняю на офицера. Когда был обмен, прогуглите. Правильно, ребята, потому что все их дети где? В Америке. Они ссать на все хотели. Вот вы, пушечное мясо, они будут жить. И вы, б***ь, не можете понять. Тупые балбесы. Субтитры сделал DimaTorzok